Тут возникают вопросы. Зачем я столько лет вожусь с лурком, если он не приносит ничего, кроме головной боли и проблем? А теперь еще называю его гнездом альтрайтов. Меня просят сдать ключи от лурка или, может быть, продать его аж за пару тысяч долларов или просто свалить в туман и не отсвечивать. Не дождетесь. Если вы думаете, что пожелание мне смерти в комментариях или в личке сделают меня сговорчивее, то не думайте. Но речь не об этом. Лурки я не удаляю из интернетов по двум причинам. Во-первых, это распределенная штука. База данных есть у нескольких человек. И развернуть ее на другом домене – дело пары часов. А вторая причина важнее. Лурк – это корпус текстов. В этом смысле проект представляет самостоятельную ценность для студентов, для социологов, для лингвистов и для антропологов. И для просто любопытных. Это прекрасный срез культуры нулевых со своей спецификой, конечно. Лурк до сих пор не снесен из интернетов только потому, что людям может быть интересно. Интересно проверить какие-то соображения, прогнать какие-то модели. Просто почитать о том, как это было устроено. Я просто приведу несколько заголовков работ, которые цитируют Лурк в качестве источника. Компенсаторы паралингвистических средств в польских и русских виртуальных комплиментах. Применение методологии дискурс-анализа для изучения дискурсивного уровня антологии вещей, возможностей и ограничения. А политкорректность и гендер основные направления современного дискурсивного анализа. Есть несколько статей на украинском и польском, но мое произношение в обоих языках настолько чудовищно, что лучше пожалуй не надо, поверьте. Интернет-мем, я сучасно-коммуникативно удиниться. Вчера ко мне пришел некий собеседник и поклялся, что он не альтрайт, но что он пишет статью по Лурку и просто боится, что у него исследовательский скрипт поломается от моих нововведений. И просил уточнить, какие статьи все-таки удалены. Никакие. Три статьи из 10 тысяч скрыты от поисковиков и спрятаны под заглушку предупреждения. Под предупреждение они спрятаны потому, что это именно то, с чем мы боролись на раннем Лурке. Переписанная лурка-язом херня из других источников. Раньше это были статьи из википедии, теперь это дремучая конспирология напуганных 40-летних консерваторов. Нет, это не цензура, просто вы не нужны. Если вам в научных целях или из любопытства нужен старый образ Лурка, пишите мне в личку, ну или я в торрент его все-таки положу, наконец. Если нужен новый, ну я найду время и что-нибудь придумаю. А так никакой свободы врагам свободы. Люблю, целую, привет. Субтитры сделал DimaTorzok